Новые достижения не только в науке, но и спорте. Теперь впереди учеников медико-технического лицея. В этом году у них появится спортивный зал. Площадку для физкультуры разместят в пристрое. Его возведения уже начали. На это из городского бюджета направили больше 40 миллионов рублей. Это наша безмерная радость. Будут находиться несколько аудиторий, конкретно 4 учебных аудиторий. Ну и все, что должно быть около спортивного зала. Снарядная, душевые кабины. Общая площадь пристроя больше 700 квадратных метров. Это будет трехэтажное здание, полностью примыкающее к задней стене основного помещения. Пока в лицее нет занятий, ведется демонтаж лишних конструкций. Сейчас ведутся подготовительные работы. Ведутся непосредственно работы внутри существующего здания лицея. Демонтаж, монтаж. И, значит, заделка технических проемов оконных. К сентябрю работы внутри здания должны быть выполнены, и рабочие займутся пристроем. Полностью сдать объект застройщик планирует в декабре этого года. А на улице Свободы-150 начался капитальный ремонт 135-го лицея авиационного профиля. Здание признали аварийным несколько лет назад. Занятия там отменили, учеников перевели в другое помещение. По плану здесь проведут капитальный ремонт фасада, перекрытия и инженерных систем. Смена кровли, частично перекрытий, там, где они не несут нагрузки. И в дальнейшем замена водопровода, канализации и теплотрассы. После ремонта здания приведут в порядок территорию, обустроят спортивную площадку. Также данный объект будет укомплектован технологическим оборудованием. На данном этапе оборудование согласовано с департаментом образования. Здание 49-го года постройки, рассказывает директор лицея Сергей Копытин. Проект составлен, чтобы максимально сохранить его архитектурные особенности, чтобы можно было учиться, учиться и еще раз учиться. Здесь мы планируем обучать детей начального общего образования, на уровне начального общего образования, с 1 по 4 класс, 201 место. Финансирование на капремонт лицея поступило из федерального и областного бюджетов. Звершить работу застройщик обещает к концу этого года. Олеся Корецкая, Василий Колдашов, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова